Меня зовут Святослав, я врач-хирург, преподаватель в Одесской медуниверситете. Вижу несколько знакомых лиц уже. Сегодня с вами поговорим не о хирургии, поговорим о гриппе. Проблема достаточно актуальна сейчас для нас, потому что вот уже с середины декабря мы ожидаем эпидемический подъем в Одессе. В Сумах уже два человека погибших, к сожалению, это первые жертвы этого года эпидемии, которая началась. Так что нужно поговорить будет, что же это, собственно, такое. Многие что-то о нем слышали, кто-то когда-то болел. К сожалению, в обществе сформирован такой миф, что любые сопли, любой кашель и температура 37 – это уже грипп. Это не так, это неправда. Не любая простуда – это грипп. Следующий, пожалуйста. Собственно, история этой болезни. Часто считается, что многие вирусные заболевания – это нечто генно-модифицированное, генно-конструированное. Раньше таким якобы не болели. В самом деле это не так. Грипп известен очень давно. Еще Гиппократ описывал заболевание, очень похожее по симптомам на грипп. Но мы не можем с точностью утверждать, что это был именно грипп, потому что вирусы не оставляют каких-то следов в окаменелостях, в скелетах. Мы не можем их найти по прошествии многих лет, в отличие от бактерий. Но мы точно знаем, что в средневековье это заболевание уже называлось инфлюенса. Значит, влиять. Оно очень сильно влияло на здоровье людей. Оно очень сильно влияло, допустим, на здоровье солдат, которые пытались взять какую-то крепость. То есть заболевание, это уже было описано, уже знали, что это такое. Но, естественно, не знали, как с ним бороться. Уже ближе к времени новому это заболевание называют на французский манер. Грипп значит хватать. Схватывать хватает дыхание, не дает человеку дышать нормально, не дает человеку нормально жить. Самая опустошительная эпидемия в истории была вызвана именно вирусом гриппа. Всем известна испанка. Испанский грипп, так называемый, который пришел сразу по окончании Первой мировой войны и забрал намного больше жертв, чем, собственно, сама война. Погибло тогда от вируса гриппа от 50 до 100 миллионов человек за один год. Ни одна инфекция, ни одно заболевание никогда не забирало столько людей одновременно. Ни одна война. Все эпидемии чумы, которые проходили в Европе, они забрали в общей сложности в сумме за тысячу лет около 20 миллионов человек. Понятно, тогда людей было меньше, процентный состав был больше. Конечно, чума выкашивала целые города. Однако, испанский грипп, испанская эпидемия была крайне страшной. На самом деле, тот вирус пришел не из Испании. Вирусы гриппа всегда к нам приходят из Азии, из экватора, где они круглый год циркулируют. Почему его назвали испанским гриппом? По окончании Первой мировой войны Европа была разорена. И ни одна страна не хотела признавать, говорить, что у них началось какое-то новое непонятное заболевание. Только одна страна, Испания, которая держала длительный нейтралитет, начали их СМИ, начали распространять газеты, писать о том, что в стране начали люди погибать от необычного заболевания, какого-то неясного заболевания, стремительно. Человек заболевал вечером, на утро он уже лежал в кровати, к вечеру его не вставало. В Одессе от испанского гриппа во время эпидемии испанки умерла актриса Вера Холодная. Вы знаете, памятник здесь совсем недалеко. Вот в этом доме, позади этого памятника, умерла она за двое суток, что стало такой поводом для разговора, что ее отравили, видимо, что-то с ней случилось. Вот тогда испанский грипп очень-очень много людей забрал. Что интересно, что испанский грипп по просчетам считается, что это был вирус не самый серьезный, не самый опасный. Возвращается этот испанский грипп, тот же самый вирус в 1960-х годах, и потом он возвращается уже совсем недавно к нам в 2003 году, но уже не производит такой эпидемии, поскольку мы получили свой арсенал медицинский, мы поручили некоторые препараты, чтобы человек не умер от вируса гриппа. Что же такое вирус гриппа? Прежде всего нужно понять, что вирусы – это организмы на грани живого. В отличие от бактерий, вирус не может жить вне клетки хозяина. Он не может функционировать, он не может размножаться, питаться, передвигаться самостоятельно. Вирус живет только внутри клетки. Сам по себе вирус гриппа, он такой шаровидной формы, это схема, это не фотография. Содержит он в себе РНК. И еще уникальная способность этого, свойство этого вируса – наш организм крайне восприимчив к этому вирусу. Люди, если на их слизистую попадает вирус, 95% – то, что развивается заболевание. Индекс контагиозности, индекс заразности крайне высокий. Более высокий был только у оспы. Устойчивость вируса. Сам по себе вирус нельзя назвать крайне устойчивым во внешней среде, однако есть определенные условия, при которых он может сохраняться достаточно долго. Чем холоднее, тем устойчивее вирус. Это достаточно удивительное свойство. Вирус может очень длительно сохраняться в замерзшем состоянии. При температуре минус 20 он может сохранять свою активность в течение года. В течение года вирус может быть живым. При температуре плюс 4 – 2-3 месяца. При температуре плюс 22 – сутки он активен. То есть смотрите, если помещение, в котором вы работаете, находитесь, либо транспорт, попал туда человек больной вирусом гриппа, покашлял, почихал, распространировал, то в течение суток это помещение уже является инфицированным, заразным. Однако этот вирус погибает очень быстро в этиловом спирте. В 70% мотиловом спирте он погибает в течение 5 минут. Пути передачи. Вирус передается только от человека к человеку. Только больной человек является источником вируса для человека. Да, животные болеют этим вирусом, однако животное не может заразить напрямую человека. Животный грипп может соединиться, мутировать с человеческим и дать нам новый штамм, что постоянно происходит. Птичий грипп, свиной грипп, что происходит? Животное попадает в организм такой вирус гриппа, встречается с гриппом животного, меняются генетические информации, мы получаем совершенно новый вид, новый подтип. Больной становится заразным с момента первых проявлений. Как только у человека запершило горло, еще не поднялась температура, нет кашля, насморка, ничего нет. Однако он уже начинает выделять активный вирус в окружающую среду. И 10 дней приблизительно он еще остается заразным. Поскольку вирус гриппа обычно элиминируется организмом, покидает организм в течение 5 дней, то после выздоровления клинического человек еще 5 дней может заражать окружающих. Основной путь передачи воздушно-капельный. Именно этот тип передачи обеспечивает вирусу такую пандемичность. Чума так передавалась. Когда человек покашлял, кто-то вдохнул и произошло заражение. Воздушно-капельный путь очень опасен. Человек при кашле, при разговоре выделяет капельки слюны, содержащие вирус, до 10 метров. То есть если человек попадает инфицированный в такой зал, он моментально может покрыть все помещение респираторным аэрозолем, содержащим этот вирус. Кроме того, не исключен контактный путь передачи. К сожалению, очень часто, когда вы едете в транспорте, обратите внимание, как у нас люди принято кашлять. Кашляют в руки, потом берутся за поручень. Потом вы беретесь в этом же месте за этот поручень, вышли из маршрутки, почесали лицо, пожали друг другу руки и вы передали вирус. Как только вы коснулись лица и капли, которые у вас на руках содержатся, могут попасть на слизистую, вы ускорили путь передачи в сотни раз. Во время испанки в Америке, в Чикаго рукопожатие штрафовали. 100 долларов нужно было заплатить, если обращались, что руки жмут друг другу руки люди. То есть уже тогда понимали, что есть контактный путь передачи. Поэтому, возможно, передача через общие предметы, через полотенце, через часки, через вилки, ложки, также, возможно, человек может заразиться. Какие симптомы у гриппа? Очень часто люди считают, и неоднократно слышал я, наверняка вы слышали, что люди говорят, ну вот был насморк, все прошло, был какой-то грипп. Симптомы у гриппа очень схожи с симптомами других респираторных заболеваний, простуд так называемых. Однако у гриппа есть определенные свойства, определенные особенности. Поначалу человек начинает чувствовать общую слабость. С чего начинается грипп? Внезапно человек начинает слабеть. Ему хочется лечь, полежать, посидеть, ему тяжело ходить. Такое ощущение, как будто человек не выспался. Где-то через несколько часов, к вечеру обычно это развивается, у человека начинает подниматься температура. Притом поднимается она очень сильно, до 38-39 градусов. Появляется боль в глазах, это очень характерно для вируса гриппа, появляется боль в глазах и появляется боль в мышцах. Начинает крутить мышцы, ломить, как будто крепатура. Ноги начинает крутить, руки начинают крутить, начинает урчать живот, очень неприятно, такое, как будто человек отравился. Начинают болеть почки. Человек ложится спать и уже среди ночи он просыпается у температуры плюс 40. Уже начинается у человека разваяться бред, галлюцинации могут появляться от такой высокой температуры. Только на следующий день может появиться кашель, начинает першить горло и очень умеренно появляется насморк. Очень умеренный. Не тихут сопли, как при обычной простуде, при бактериальной простуде. При правильном течении болезнь, при хорошем течении болезнь, в течение 5 дней преодолевается наша иммунная система. Вирус гриппа в течение 5 дней наш организм знает, как его побороть, находит этот путь и грипп уходит. Человек выздоравливает, человек никогда не болеет гриппом 2 недели, 3 недели, 7 дней. Больше 5 дней он не функционирует в организме. Как развивается болезнь? Вирус попадает в дыхательные пути, на клетки мерцательного эпителия, на слизистую носа дата дыхательных путей. Именно это место, которое ищет вирус гриппа для того, чтобы проникнуть в организм. Это входные ворот инфекции. Наша кожа не пропускает вирус гриппа, наши глаза его тоже не пропускают. Пропускают только эпителий дыхательных путей. Попадая на дыхательные эпителии, он попадает внутрь клетки и начинается выработка уже внутри клеток огромного количества вируса. Клетка погибает в результате такой продукции. Она разрывается, и вирус попадает в соседние клетки дыхательного эпителия и попадает в кровь. Попадая в кровь, вирус циркулирует в ней, но не размножается. Однако циркуляция вируса в крови может вызывать склеивание между собой клеток крови, образование тромбов. И это одна из основных причин осложнений потом, после вируса гриппа. Это образование тромбов. Именно поэтому начинают болеть глаза. Именно поэтому у человека может развиваться осложнение на дыхательную систему. Эти тромбы заклеивают мелкие артерии и вызывают ишемию органов. Органы начинают задыхаться. Сам по себе вирус гриппа не содержит токсина. Токсин выделяется мертвыми клетками. Распад клеток дыхательной эпитерии является для нашего организма токсином. Следующий, пожалуйста. Осложнение грипп крайне опасен и крайне страшен своими осложнениями. Сам вирус гриппа практически никогда человека не убивает. Убивают именно осложнение этого вируса. То, о чем мы говорили только что, это либо образование тромбов по организму, либо интоксикация. Кроме того, вирус гриппа, попадая в организм, он полностью разрушает иммунную систему, очень сильно ее садит. И сразу после выздоровления человек очень часто заболевает повторно, но заболевает очень серьезными инфекциями. Заболевает, например, пневмонией. Это одно из самых частых осложнений. В прошлом году 80% погибших в Украине, в прошлом году, вы знаете, были огромные цифры, умерли именно от пневмонии, вызванной бактериями, которые постоянно живут в нашем организме. Которые не наносят вреда нашему телу. Однако наш организм становится беззащитным перед ними. Кроме того, вирус гриппа, повреждая сосуды, он вызывает нарушение барьеров, естественных барьеров, когда клетки, допустим, из кишечника бактерии, попадают в кровь, и уже появляются какие-то абсцессы, какие-то инфекционные процессы удаленные. Самое частое осложнение, бактериальное, это пневмонии и заболевания почек, пилонефриты. Очень часто еще развивается миокардит, перикардит, воспаление тканей сердца. Ну, а риниты, синуситы, гнойные отиты, это уже такое самое, считается, легкое, то, что можно победить, и редко человека убивают. Но самое опасное, это, конечно, пневмония, и именно пилонефрит. Кроме того, сам вирус гриппа, вызывая вот этот тромбоз, может вызывать отек легких. Не вирус вызывает, но наша реакция на инвазию его вызывает вот такая неприятная реакция. Кто же попадает в группу риска под влиянием вируса гриппа? Это прежде всего дети. Дети, их организм очень восприимчив и очень слаб для борьбы с таким возбудителем. Люди старше 60 лет. Люди старше 60 лет всегда имеют какие-то хронические заболевания. Попадение вируса гриппа в организм всегда обострит все хронические заболевания, которые где-то очень глубоко находились. Если у человека есть аутоиммунное заболевание какое-то по типу псориаза, сахарного диабета, то обязательно оно обострится. Обязательно оно выйдет после вируса гриппа на первый план. У беременных женщин вирус гриппа может вызвать мутацию плода и может вызвать даже выкидыш. И больные хроническими заболеваниями мы уже говорили. Лечение гриппа. Существует устойчивое мнение, которое постоянно подпитывается рекламой по телевизору, надписями на таблетках, препарат для лечения гриппу до ОРВИ. Вы наверняка это видели. Не существует препаратов, которые непосредственно влияют на вирус гриппа. Есть две формы, которые закупались активно Украиной несколько лет назад. Томифлю, так называемый препарат, который якобы должен воздействовать на вирус гриппа. Однако по методам доказательной медицины спустя 5 лет, начало тестирования этого препарата, доказано, что действительно он воздействует, однако сокращает длительность заболевания с 5 дней до 2. Но заболевание все равно развивается. Поэтому все препараты, которые рекламируются, антибиотики, витаминные препараты, интерферон, они не воздействуют на вирус гриппа. Если он попадает в организм, мы можем только бороться с последствиями. С самой причиной мы ничего не можем сделать. Мы не можем иммунитет укрепить. Какой бы ни был крепкий и сильный иммунитет, вирус попал в организм, будет заболевание, оно разовьется обязательно. Все зависит от просто сил защитных организмов, насколько человек может, организм не разбиться, не расшататься. Очень часто рекламируют интерфероны. Интерфероны так же само не воздействуют на вирус гриппа. Теларон, который очень активно рекламируется, он не может предотвратить инфицирование или размножение этого вируса в клетках дыхательного эпителия. Поэтому самостоятельное лечение крайне опасно. Если развивается симптоматика гриппа, если температура поднимается до 40 градусов, необходимо звонить скорую, чтобы человека везли в больницу. Потому что каждые несколько часов состояние человека ухудшается и разрушается его организм, другие органы и системы. Профилактика. Мы, к счастью, не беззащитны перед вирусом гриппа. Нам его очень тяжело лечить, однако мы можем предотвратить заболевание. Вся профилактика заболеваний вирусом гриппа можно разделить на две основные группы. Первая группа – это, конечно же, вакцинация, это иммунизация. Вторая группа – это не допустить попадания вируса в наши дыхательные пути. Что такое иммунопрофилактика, что такое вакцина? Мы можем ввести вирус гриппа либо убитый, либо разрушенный. Есть две вакцины, очень хорошо работает с разрушенный вирус гриппа. Когда наш организм узнает структуру этого вируса заранее, заболевание не развилось, но наша иммунная система уже узнала, как выглядит этот агент, как выглядит этот возбудитель. И когда в следующий раз вирус попадет в наш организм, он может развиваться, этот вирус, в наших клетках, но мы уже имеем оружие. Наш организм знает, как побороть конкретно этого возбудителя. И заболевание, если и развивается, к сожалению, вакцина-профилактика не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, человек может заболеть. Однако температура не поднимется до 40 градусов, у человека не развиваются вторичные осложнения, его иммунная система не станет беззащитной. Вакцинация, то, что я сказал, она не устраняет, к сожалению, возможность заболеть, однако человек не погибнет от осложнений, они у него не разовьются. Вакцинироваться необходимо, конечно, заранее стараться, хотя бы за месяц. Однако расхожее мнение, что в момент эпидемии вакцинироваться уже нельзя, потому что это нарушает работу иммунной системы, неправильно. Даже в момент уже разгара эпидемии человек может вакцинироваться, он должен находиться потом дома в течение трех суток, самый критический момент после вакцинации, потом его организм уже начинает выработку антител против вируса гриппа. Предотвращение инфицирования. Самое главное, что даже должен сделать вакцинированный человек, не допустить, чтобы вирус гриппа попал в его дыхательные пути. Очень тоже часто расхожий миф, что если мы надели маску, то мы находимся полностью 100% защищены, как космонавты в скафандре. Это неправда. Это очень комично смотрится, когда по время проверок в больницах всех медсестер одевают маски. Это неправильно. Маску должен носить прежде всего больной человек, когда он будет разговаривать и кашлять, чтобы не разлетались капельки слюны, не вылетали в окружающую среду. На самом деле ношение маски, оно несколько снижает возможность инфицирования, однако маска не фильтрует воздух, это не респиратор. Если же вы все-таки одеваете маску, необходимо, чтобы она плотно прилегала к носу, к рту, чтобы не было зазоров. Вместо маски можно использовать, допустим, шарфы, балаклавы определенные, однако маска работает не более часа. Как только она промокнет, как только ваша балаклава промокает, она становится источником инфекции, потому что она на себе может накопить большое количество вируса. Через час необходимо аккуратно снять маску, завернуть в целлофан желательно и выбросить в урну. Повторно использовать ее нельзя. Маска одноразовая, нельзя носить в кармане в течение всей эпидемии, надеяться, что она вас спасет, что она сработает. Кроме того, маску необходимо одевать только в людных местах, в транспорте, в собраниях. Когда вы находитесь на открытом воздухе, вирус очень быстро осаждается и не поднимается. На открытом воздухе риск заболеть достаточно низкий. Кроме того, даже если вы маску и носите, не забывайте, что не касаться лица руками. Руки после транспорта, после рукопожатия необходимо двоекратно вымыть мылом, самым обыкновенным, и обработать спиртом. Это ваша, хоть и не стопроцентная, однако защита, чтобы вирус не попал с ваших рук на ваши дыхательные пути. Больной человек, если появляется в семье, если человек заболел, нужно его тут же отгородить от остальных. Он должен использовать только собственную посуду, только собственное полотенце. Нельзя пользоваться тем же самым, что пользовался больной человек. Особенно, если человек уже уехал в больницу, а вы пришли домой, необходимо обязательно проветрить помещение. И даже на работе, где бы вы ни находились, помещение нужно проветривать каждый час. Потому что мы поговорим, покашляем, почихаем, выделилась слюна аэрозоль, постепенно, через час она осаждается на землю. Потом она там высыхает, и вместе с пылью через полчаса поднимается опять вверх. Вот в этот момент мы должны устранить это все. И влажное мытье полов. Ни в коем случае ни заметание, ни пылесос, только мокрая обработка с хлоросодержащими препаратами. Подведем итоги. Грипп – это острое вирусное заболевание. На вирусы не работают антибиотики. От вируса гриппа нет специфического лечения. Мы можем лечить только симптомы, снижать температуру, убирать интоксикацию, вымывать тромбы, растворять их. Мы можем воздействовать только уже симптоматически. Самолечение очень-очень опасно. Вирус гриппа крайне заразен. Если человек чувствует, что он заболел, самое лучшее, что он может сделать, это остаться дома, не разносить в окружающую среду, не разносить в школу, сотрудникам, коллегам, если он уже подозревает, что развивается заболевание. Лечить очень тяжело, можно профилактировать, необходимо прививаться. И в данном случае каждый должен подумать о своих родственниках, потому что если у вас дома находятся родственники, вы можете принести этот вирус с собой им. Поэтому надо вакцинировать себя, надо вакцинировать своих родственников, своих друзей. Кроме того, вакцинироваться должен человек только здоровый. Нельзя вакцинировать человека, если сейчас он болеет, в момент заболевания вакцину давать нельзя. Она не даст развитие вируса гриппа, из вакцины он никогда не разовьется, потому что там он мертвый, этот вирус. Однако вакцина все-таки это нагрузка на иммунную систему в первые три дня. Благодарю вас за внимание. Давайте теперь вопрос обсудим. В этом году уже началась, в Сумах уже началась. Там уже введен карантин, там уже отменяются массовые мероприятия. В Одессе ожидается подъем эпидемический, что мы превзойдем эпидемический порог к 20 числам декабря. Парагрипп тяжело вам сказать. Я не прорабатываю эту тему на сегодня. Вирусы парагриппа скорее это все-таки из общей группы, потому что вирус входит все-таки в группу ОРВИ, так называемую. Однако это группа, которая объединяется по симптомам. Она не объединяется по самоустроению вируса. И вот эти вирусы парагриппа, ортомиксовируса, они входят в ту же самую группу. Они вызывают нечто похожее, подъем температуры, кашель распространяется так же. Однако вирусы из этой группы ОРВИ, они не настолько сильно разрушают наши иммунные барьеры, не настолько сильно повреждают сами наши органы. Да. Еще. Да. Можно ли вкладывать в организме ОРВИ? К сожалению, сама вакцина, ее нужно приобрести. Ее нужно приобрести. Значит, необходимо связаться либо со своей поликлиникой, либо можно связаться с некими частными организациями, с частной клиникой в этом году. Сама вакцина продается в аптеке Voxigrip и еще какая-то, Influvax, по-моему. Voxigrip стоит около 180 гривен, где-то в среднем. Единственное, что вакцина будет отпускаться в руки только при наличии контейнера специально. То есть у вас есть контейнер с холодом. Ну, это не обязательно холодильник какой-то, это может быть просто бутылка со льдом замерзшена, чтобы не нагрелась эта вакцина. И как только она нагревается до комнатной температуры, она инактивируется, погибает. Можно купить и пойти привиться. Есть в некоторых поликлиниках уже они закуплены, просто необходимо им возместить стоимость. Я прививался Voxigrip. Voxigrip – это не убитый вирус, это части вируса. То есть вирус вот тот берется, разрывается на части. Мы отдельно имеем капсид, то есть капсулу. Мы отдельно имеем само РНК, кусочки его. То есть достаточно неплохая вакцина. После вакцинации где-то на 3-4 сутки появляется такое гриппоподобное состояние. То есть появляется слабость, поднимается температура где-то до 37,5 градусов. Такое головокружение. Но на утро это уже все проходит. То есть это ответ иммунной системы. Наша иммунная система сработала. И это значит, что это хорошая была вакцина. Еще. А какое время лучше всего вакцинироваться? Вакцинироваться лучше всего начинать где-то за предполагаемый месяц до начала эпидемии. То есть в принципе вот чуть-чуть уже пропущено то время. Где-то вот середина, конец ноября это было оптимально. Вот уже начало декабря вроде как поздновато. В чем поздновато? То есть вы привились, но ваш иммунитет выработается через 20 суток. Поэтому вы будете более защищенными только через 20 дней. Вот этот мишен будет комплит через 20 дней. А в этот промежуток вы несколько все-таки уязвимы еще. Да. Да. По поводу антивирусных препаратов, которые, да, то есть ни один антивирусный препарат не воздействует. Смотрите, в принципе сама система вот этих препаратов антивирусных, они разделяются на две группы. Есть препараты, которые действительно воздействуют на сам вирус. Как антибиотики воздействовали на бактерию, они могут воздействовать на сам вирус. вот это препарат Томифлю. Вот он пытается связать вот эти белки самого вируса, однако не очень это успешно получается. Все остальное, что в широком доступе продается, это препараты, которые стимулируют собственную иммунную систему. Они на сам вирус никак не работают. Но поскольку вирус гриппа настолько активен и заразен, какая бы наша иммунная система ни была, это ничего не дает, к сожалению. Это создает только мнимое ощущение защиты. Это очень плохо. А если это не грипп, а это другой вирус, то можно бороться с этим? Вся ситуация всех вирусов, вызывающих респираторные заболевания, против них все препараты, что продаются, они все ничего не дают. Они практически никак не действуют. Антибиотики сразу нужно забыть навсегда. Вирусы антибиотики не работают. Вот эти все индукторы интерферонов, усиляющие нашу иммунную систему, они ничего не дают против вирусов, вызывающих респираторные заболевания, поскольку они сами по себе очень хорошо вызывают производство этих интерферонов, но они не воздействуют нормально на них. Сам вирус гриппа можно попытаться выделить из крови человека, однако это долго и дорогостоящее, поэтому зачастую ставят чисто по симптомам. Если и лечение практически одинаковое, что у вируса гриппа, что, допустим, у парагриппов, у просто простого РВИ, то есть это чисто симптоматика. Только мы уже последствия лечим. Вот так, да. Если после гриппа было осложнение пиелонефрит, то словить второй раз такой грипп сложнее или вероятность? Здесь сама опасность или вероятность того, что повторно придет грипп, она такая же самая, как у человека, у которого не было осложнений. Просто в чем проблема? Пиелонефрит, он имеет очень такую сложную структуру, помимо бактериальной, еще атоиммунную. То есть наша собственная иммунная система начинает бить по почкам, разрушать их. И человек, у которого уже был пиелонефрит, если он повторно заражается, у него еще сильнее усугубится это состояние с почками вплоть до полного выключения функции почек. Так что вот это страшно, вот это опасно. Еще, если есть вопросы. Да. Будет влиять, во-первых, на возможность инфицирования. Раньше очень часто использовали всякие мази в нос, акселиновая мазь, она сметалась в полок во время, всегда сметается в полок, подрастает в цене. Акселиновая мазь, никто никогда не доказывал, работает она против вируса гриппа или нет. Сам в чем секрет любых мазей и в принципе в чем проблема курения. Курение вызывает ослабление барьеров, собственно, на нашем отдыхательном эпителе. Оно пересушивает, убирает эти реснички, то есть становится еще более восприимчив этот эпителик вируса гриппа. Сами мази, которые мы мажем нос, они увлажняют, не дают трескаться и высыхать этой слизистой. То есть если человек, который правильно живет, не курит, сохраняет свои дыхательные пути от каких-то хронических заболеваний, у него есть все-таки 5% того, что он не заразится. Человек, который курит, у него 100% вероятность, что вирус попал и сразу же ныряет в эти оголенные клетки. Кроме того, конечно, если человек курит, это уже какое-то повреждение легких происходит. То есть есть возможность, что легкие уже ослаблены. Если человек, допустим, в принципе, неправильный образ жизни ведет, его силой защитного организма, его запас, он уже истощается. Истощается вот тем неправильным образом жизни. Конечно, у них течение заболеваний развивается хуже, хуже, тяжелее все протекает. Вегетарианство, сыроедение, как это яйца, здесь все зависит от того, как вести. Если человек не является истощенным вегетарианским и сыроедением, то, в принципе, оно никак не влияет. Просто если человек как-то просто отказывается от любой животной пищи и никак не заменяет это растительное адекватно, то если заменять, то, в принципе, это никак не влияет, не ухудшает, не улучшает статистику. С какой периодичностью повторяется один и тот же вирус гриппа? Где-то в среднем все зависит от штамма, от типа гриппа. Вот тот, который был испанкой, он приходил где-то в среднем каждые 40-30-40 лет он возвращается. То есть периодичность где-то 10-12 лет в зависимости от типа гриппа. В среднем, да. Но даже через 10 лет повторяется тот же самый, он уже чуть-чуть изменен, и наша иммунная система его не узнает. Природа возникновения? Природа возникновения, но природа возникновения самих вирусов крайняя загадка. То есть очень непонятно, что это такое. Это существо, это вроде бы живое, но и не живое. Вирусы гриппа при негативных условиях могут склеиваться в кристаллы. Вот как растут кристаллы, да, кварц, допустим, растет красиво. Так же само могут склеиваться кристаллы вирусов, да, в частности, гриппа. Тяжело сказать его природу. Наверняка в какой-то момент произошла мутация у какого-то животного вируса, который циркулировал, как с ВИЧ произошло. Он уже циркулил в животной среде, произошла мутация, он закрепился в человеческой популяции, но он, наверное, живет с нами очень давно. Да, но четко сказать, откуда он произошел, очень тяжело. Еще? Ну, если больше вопросов нет, благодарю за ваше внимание, все хорошие аудитории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!